Всем привет, друзья! С вами Михаил, игрок от Rise of Heroes. Сегодня в коротком видео покажу вам состав, который у нас получилось подобрать на мутацию, которая в этом месяце. И самое главное, показать результат прокачанного дерева Merlin до второго уровня, где открывается дополнительный плюс 1% к атаке за каждый кубик. Подробнее, друзья, я оставлю ссылку в описании под видео, где можно посмотреть объяснение, за счет чего Merlin разгоняется и заменяет местами Каспара. Но в этой мутации нам нужно 2 Каспара в идеале. Но можно сделать вот такую настройку одного Каспара. Как видите, он у меня даже до конца не прокачан. И Merlin, которая разгоняется параллельно, и один из этих дамагеров берет на себя мутацию. В следующих мутациях, ребята, эту команду можно настроить еще сильнее. Урон на заставке вы сами видели на стриме. Получилось, ребята, разогнать аж до 8 квадрильярдов. Но этот урон нестабильный. Он может падать вниз, может подниматься вверх. Но самое главное, он не опускается ниже триллионов, ребята. Это просто сумасшедший показатель для фри-то-плей игрока. К примеру, я миллиарды набивал, ребят, миллиарды набивал в предыдущем месяце. Поэтому я не жалею, что прокачал Merlin. Понятно, если и прокачать еще навык, открывшийся до конца. Но это просто сумасшедшее количество. 180 тысяч сущностей и столько надо. Не знаю, где их брать пока, но тем не менее, тем не менее, это работает, ребят. Все лунки разгоняют своими мультиатаками. Точно так же разгоняют атаку и кидают на боссов дебавчик. Подвеска стоит на Игне, ребят. И за счет того, что разгон у Каспаро от каждой ульты 4%, он у меня на третьем раунде перегоняет, ребят, Мерлин и на себя забирает мутацию. Покажу вам, как результат плавает. Но максимально вы видели на заставке, ребят. Вот вам, друзья, реальное подтверждение того, что фритуплейный игрок при определенной правильной прокачке может еще бодаться за книжки. Это явно не будет, ребят. У меня нет, кроме подвески и донатных артефактов галактических. Но, тем не менее, в сотню, наверное, с таким составом можно стабильно входить. В общем, друзья, как-то так. Здесь вы видите, точно так же еще, друзья, это зависит от того, как здесь триллионы урона. Это зависит очень от того, стабильно, чтобы энергия заливалась каждый ход, чтобы ультовали. В идеале, конечно, для этого две подвески надо или можно подвеску одну и ядро от Лерай. Но это вообще экстравагантный способ. Посмотрю, если я прокачаю подвеску на третью звезду, может, более стабильно урон будет получаться. Но пока вот такая настройка более или менее, друзья. Точно так же по скорости надо подгонять, чтобы Мерлин максимально последняя атаковала вместе с Каспаром. Вот, друзья, пропускал я пару раз. Вот 1,3 квадриллиона урона нанесла команда. Что позволит, скорее всего, в этой пустоте, в этом месяце, побороться за сотню, может, даже за 50. В общем, такая команда, друзья. Наглядное подтверждение того, что прокачка Мерлин вот еще чуть больше. Плавающий урон, друзья, но это не сравнить с любым другим уроном без Мерлин и Каспара для фритуплей игроков. Надеюсь, видео вам будет полезным, понравится. Всем хорошего настроения, мирного неба над головой, ребят. И до новых встреч.